Моё выступление будет не столь романтичным, потому что я историк, я отношусь к литературе скорее всего как к одному из вариантов источника, который отражает те или иные социальные и политические процессы, которые происходят в обществе в определенный период времени. В своем небольшом докладе я просто коротко обрисую ту историческую ситуацию, которая сложилась в Австро-Венгрии, тот период жизни Ивана Цанкара, то есть с момента его рождения и до его смерти. Естественно, что ни один художник не может существовать вне политики, вне истории. На него, несомненно, оказывают влияние эпоха, в которой он живет, и все, что происходит вокруг него. Так или иначе, на творчество оказывают сильнейшие воздействия и исторические процессы. И творчество писателя Ивана Цанкара не является исключением. Он родился в знаменательный для славянского народа исторический момент. К моменту его рождения всего как 9 лет существовала Австро-Венгрия, Австро-Венгерская империя. Принятая в 1867 году Конституция гарантировала одинаковые права для всех наций империи, но именно после ее принятия начался самый жестокий натиск на славянский народ. Проводилась политика, направленная на исключение славянцев из политической жизни. Все было сделано для того, чтобы в провинциальных собраниях и магистрате преобладали немцы. Создавались немецкие спортивные и культурные общества, которые активно привлекали в свои ряды молодежь с целью германизации. Таким образом, мы видим, что именно в этот момент начинается наступление на славянскую нацию как таковую. И только при правительстве Эдуарда Тааффе, он правил с 1870 года по 1893 год, это правительство опиралось на немецких консерваторов и на славянских политиков. И именно в это время славянцы смогли добиться некоторых послаблений. Так, например, область Крайна была признана славянской территорией, славянской провинцией. Все начальные школы в провинции стали славянскими. И такого же успеха удалось достигнуть и в славянской Штирии. Славянские земли значительно отставали в развитии от чешских и австрийских, в первую очередь в экономическом плане. И связано это было с тем, в основном, что основные средства вкладывались в остроение природных ресурсов. Все крупнейшие предприятия находились в руках немецко-австрийского, итальянского и даже чешского капитала. Так, например, самый крупный люблянский банк был открыт на средства чешского банка. Соотношение иностранного капитала и местного составляло 1 к 10. В 90-е годы XIX века обостряется противостояние немцев и славянцев в Штирии и Каринтии. Австрийские и немецкие партии начинают выступать против идеи национального и языкового равноправия. И немецкая пресса в те годы открыто писала, что не даст своих земель и выхода к морю славянам. Реакцией на это стал рост национального самосознания славянцев. В 1905 году на открытии памятника при Шерну в Люблянину, я думаю, для никого не является секретом, что сбор народных средств на его установку продолжался 15 лет, славянский политик Иван Хрибер отметил, что славенец, некогда презираемый, гордо поднимает свою голову, осознавая, что он здесь хозяин. До 1909 года Иван Цанкар прожил в Вене. И я думаю, что это оказало большое влияние на его политические взгляды. Именно там он познакомился с передовыми политическими идеями, которые отразились в его произведениях. Иван Цанкар был социал-демократом по воззрениям. И в его литературных произведениях мы можем увидеть протест против несправедливости, общественного устройства, недовольства глубокими социальными противоречиями в обществе. Например, в небезызвестной пьесе «На благо народа» 902, по-моему, год, Цанкар с критической точки зрения весьма едко критикует лживых, ложных патриотов, которые для осуществления своих интересов эксплуатируют такие идеи, как благо народа, служение Родины и так далее. Он со страданием относится к тяжелой жизни крестьян, и это хорошо видно в его повести «Хлапец Ернея Негова правится». Он критикует жадность и стяжательство людей, которые для достижения своего финансового благополучия не внушаются ничем. Это с Годби из долины Шент-Флориански. Свои идеи он... Но для историков, на самом деле, наибольшее значение имеют его лекции, с которыми он выступал по славянским городам. И в этом плане чем они интересны? Они интересны тем, что в них впервые звучит идея югославизма. Чётко и ярко. Не то, что эта идея первый раз озвучена, нет, но она была очень чётко, ярко, по-писательски оформлена. Это была ёмкая... Эта идея получила ёмкое отражение. И в этом плане интересную... Самый большой интерес представляет лекция, которую он прочитал 12 мая 1913 года в Любляне под заголовком «Славянцы и Югославяне», где он высказывался за объединение всех южных славян в общее государство с сохранением языковой и культурной самобытности каждого славянского народа. Ну, я думаю, что это тоже известно, что из-за всех этих идей он оказался в тюремном заключении и подвергался гонениям за эти идеи. Также он подвергался гонениям за свои сербофийские идеи. И какое-то время находился даже в Люблянской крепости в тюрьме. И характерно то, что подобные взгляды, они, конечно, были свойственны для прогрессивных слоёв населения того времени. И Цанкар в своих лекциях именно отражал те настроения, которые преобладали в обществе. А общество хотело... Славянские передовые слои хотели, чтобы славянский народ, славянский язык получил те же права, чтобы славянцы могли, не боясь, изъясняться на своём языке, чтобы строилось больше школ и чтобы дети росли в той культурной среде, которая для них более привычна. Конечно же, тяжелейший удар по славянскому движению нанесло убийство герцога Фердинанда, поскольку были закрыты все славянские общества, подозревавшиеся в антиправительственной пропаганде или просто имевшие югославянскую окраску. Либеральные социал-демократические издания были ликвидированы. Деятельность славянских партий, за исключением клирикальной, которая полностью поддержала объявление Вены и Войны Сербии, были прекращены. И 25 июля, когда Франц Иосиф издал высочайшие повеления, которые остановили работу австрийского рейхсрата, местных сабров и ландагов, и сеймов, конечно, это всё нанесло тяжелейший удар по славянской политической элите. Ну, не секрет, что была создана служба безопасности приставки и на местах особые отряды по охране внутреннего порядка, занимавшиеся выявлением неблагонадёжных граждан, а также было запрещено под угрозой штрафа распространения книг и других изданий, напечатанных в Сербии. Активизация политической деятельности славян способствовала и развитию событий на мировой арене, которая показала, что положение югославянских народов в ближайшее время может измениться. И не в лучшую сторону. В этом плане, конечно, большое значение сыграло вступление в войну Италии, что побудило славянских либералов из Горицы и Триеста активизировать популяризацию югославских идей, югославянских идей, поскольку возникла реальная угроза захвата этих территорий итальянцами. Причём страх перед Италией, как ни странно, был гораздо сильнее страха навсегда остаться под властью Вены и Будапешта. Несомненно, что весьма агрессивное поведение Италии явилось одним из факторов сближения Сербии. И 11 апреля в Триесте состоялось собрание представителей хорватских и славянских партий из Триеста и из Триегорицы, из Крайной Хорватии и Славонии. И участники обсудили на нём две проблемы. Это достижение независимости и возможность объединения трёх народов под скипетром Карагеоргиевичей. Австрийское правительство ощущало начавшееся национальное брожение, и чтобы хоть как-то укрепить свой авторитет, она освободила несколько арестованных в начале войны либеральных деятелей. Исход Первой мировой войны дал почувствовать славянам Австро-Венгрии, что скоро их судьба может измениться. Корпская декларация, заключённая 20 июля 1917 года председателем сербского правительства Пашичем и председателем мугославянского комитета Трумбичем, свидетельствовали об этом. Её основным достижением стало решение объединить в едином государстве сербов, хорватов и славянцев то, как раз к чему стремился Иван Цанко. Но, к сожалению, его скоропостижная кончина не дала ему возможности полностью насладиться и возрадоваться этой своего рода победе. Новое государственное объединение должно было стать конституционной демократической парламентской монархией под руководством сербской династии Коры Георгиевичей. И вот в этих условиях, когда страна бурлила, когда Венгерская империя катилась к своему закату, именно в это время творил писатель Иван Цанкар. И все эти процессы нашли отражение в его литературе. Но уже как человек, просто читавший его произведения, я могу сказать, что это был глубоко мыслящий, чувствующий и, наверное, очень глубокий писатель, который чувствовал все те веяния, которые происходят в обществе, и пропускал он их через себя. То есть все, что им написано, это, по сути, автобиографическая проза. То есть в этих произведениях виден писатель, видны его мысли, это нечто вымышленное, а это именно то, что дает нам возможность понять отношение конкретного человека к тем событиям, которые происходили в это время на данной территории. Ну, такое сухое немного, но... вступление.